5 августа 2016 года мы подали уведомление о том, что мы собираемся провести мероприятие под названием «Мероприятие» планировалось провести на площади Ленина в заявленное время с 12 часов до 5 часов вечера. На данное уведомление нам администрация города ответила, что площадь Ленина в данный период времени в этот день занята, что мероприятие проводить по адресу этому невозможно и предложило нам провести мероприятие по другому адресу на территории перед Домом культуры и профсоюзов, расположенном на улице Киевской, 115. Если мы соглашаемся на место проведения мероприятия, которое нам предложила администрация, оно автоматически считается согласованным, и дальнейшее согласование вообще не отпадает необходимость. В связи с чем мы считаем, что мероприятие согласовано. Сотрудники полиции подошли к нам перед началом мероприятия, до того, как мы его начали, и заявили нам, что у них есть документ какой-то администрации, что данное мероприятие не согласовано. Мы попросили их предъявить этот документ, нам предъявить его не смогли. Прошли мы, соответственно, к автомобилям, где, как нам сообщили, находится представитель администрации города Симферополя. Мы спросили у нее, есть ли у нее такие же документы, нам сказали, что таких документов у нее нету, она их забыла на работе. Мы пообщались с полицией какое-то время, люди были очень неузмущены, в принципе, назревала конфликтная ситуация, потому что вот это вот как раз и демонстрирует, в нашли лишний раз, отношение властей Республики Крюм к своим гражданам. То есть всячески пытаются обмануть на каждом шагу просто. Мы людям сообщили, что мероприятие не состоится, и попросили всех разойтись. Все, начали расходиться. Анну Станиславовну задержали еще на площади, Сергея Владимировича задержали там, где у него находится штаб, в общем-то, а я уехал просто по своим делам. Мне сотрудники полиции потом звонили, чтобы я явился в отделение полиции, куда я потом приехал. Составили на нас на всех протоколах об административном правонарушении по нам Сергею Владимировичам статья 22 Кодекса об административных правонарушениях, часть 8, то есть как за повторное проведение несогласованных мероприятий, хотя мероприятие вообще в принципе не состоялось. Я давала документы, указывающие на то, что мероприятие согласовано. Вместо этого Сергей Васильевич мне говорит, вы чините препятствия, какие препятствия я чиню, что он меня имеет право доставить, за что. Хорошо, задержали меня. Как пояснил Сергей Васильевич, на камеру они мне разрешили записывать, они разрешили мне снимать это все. И он на камеру сказал, вы должны дать объяснение. Объяснение я могу вот тут же дать, на капоте я просила, дайте мне листок бумаги, напишу объяснение, разойдемся. Или пригласите меня на удобное для меня время, чтобы я дала объяснение. Вот так вот закон трактует практически. Вместо этого меня насильным образом запихивают в патрульную машину, привозят в отделение полиции Киевской 2-й ОП, составляют на меня протокол доставленного. При этом, чтобы на меня сделать этот протокол доставленного, по закону, опять же, о полиции, мне должны разъяснить все мои права, разъяснить, что нарушила я. И только потом уже. Вот этот банк я предоставила как приложение к своему заявлению на имя министра внутренних дел Российской Федерации Колокольцеву, министру внутренних дел по Республике Крым Абисову. Ну и так как я проживаю в Ялте, я, конечно, написала прокурору Ялты, но, скорее всего, он передаст это все по компетенции в прокуратуру Республики Крым. Сотрудники полиции, не представляясь, говорили, что это провокация, вас собирают, в общем, там уже начались провокации. Только появился сразу господин Никитин, это заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УВД России по городу Симферополь, полковник милиции, мне заявил сходу, какое ему имя право приходить сюда в форме. Я ему объясняю, что есть устав, тот, который выдал Российской Федерации Министерство юстиции, это ему не довод. А самое главное, что он заявил, опять же, Никитин, заявил, что на данный момент это их неупущение, что общественные организации вообще здесь существуют, казачьи в Крыму. То есть этот человек, полковник милиции об этом заявляет. Так что видите, да, куда мы идем и что мы делаем сейчас на данный момент. Хотя вот на данный момент, опять же повторюсь, у меня зарегистрирована организация официально, а крымское ополчение, самообороны, на самом деле у них нет никаких документов. Но власть, она выстраивает. Вот и все. Люди, которые носят формулы, имеют звания тоже какие-то, представляются где-то, удостоверения, а как общественное объединение, они даже не зарегистрированы на сегодняшний день в реестре Министерства юстиции Российской Федерации. Вот отношение меня по поводу задержания. Меня задержали не именно там на площади, я приехал на штаб, то есть в другой конец города, можно сказать, 15 человек сотрудников полиции. окружили, то есть я говорю, на каком основании, то есть как вы задерживались. Идем только пообщаться. Ну, пообщались очень хорошо, составили на меня протокол. Причем составили опять же протокол, взяли двух свидетелей непонятных, те, которые там у них люди работают, строители. Ну то есть везде беззаконие, везде в ныне беззаконие, да. Уже хватит уже мириться, надо что-то делать. Вот и все. Будем сидеть, ничего толку не будет. Про cayert вы прямой clicking под ленности и это не оно как-то ныне безград الق mould, и что-то… У нас, конечно, сейчас, еще ничего очень сложно.